здравствуйте друзья с вами алик ольхов и новая рубрика которая называется готовим на тандыре вместе с олегом ольхоум мы находимся в измайлском кремле вместе с моим другом шеф-поваром виктором кулачковым приветствую и сегодня мы с виктором приготовим постные валаамские щи в тандыре методом томление на этапе его остывания давай готовить поехали сейчас ведь я попрошу тебя порезать укроп а я вкратце расскажу зачем мы замачивали перловку а перловку я смочил на ночь то есть прошло больше 12 часов потому что сплю я долго чтобы перловка была вкусная ее нужно предварительно обязательно замачивать если ее варить не замачивая она будет не такая вкусная а вот белые грибы сушеные я не замачивал потому что они совсем свежие их засушили совсем недавно они вот еще мягкие и аромат такой силы они издают что красота просто нет слов валаамские щи это старинный монастырский постный рецепт мы их будем готовить даже без или и лея то есть без растительного масла это такой один из самых строгих уставов то есть горячая пища без растительного масла будем готовить естественно томлением как в русской печи поэтому готовятся очень просто мы складываем в горшок которому же есть вода грибы сухой корень петрушки тоже сюда засыпаю это один из специалитетов русской кухни обязательно при варке похлебок используются белые корень и лучше конечно свежие но и сухие тоже подойдут далее перловку закладываем сюда вот она уже стала мягкой пока замачивалась и так вместе с рассолом мы закладываем капусту в горшок потому что квашеная капуста с рассолом томлены в печи это просто сказочно вкусно это прям пальчики оближ сразу добавляем лавровый лист 1 2 3 немного перца потому что потом мы еще попробуем и немножко соли после томления мы обязательно попробуем еще попробуем на вкус и возможно до соли сейчас накроем и поставим на решетку гриль томится в тандыр укроп который виктор нарезал мы будем использовать самом конце прямо в горячий щи положим свежую зелень и сразу почувствуем аромат укропа укроп это одна из главных трав в русской кухне виктор пожалуйста опускай так теперь мы ставим горшок прямо на верхнюю верхнюю полку решетки гриль у эко тандыра все прекрасно продумано закрываем большую крышку чувствуешь тепло до закрываем малую крышку температура сейчас 200 градусов начальная но мы могли бы поставить и на меньшую на 180 и на чуть больше на 250 и томить не менее одного часа а можно оставить на 23 часа в тандыре до полного остывания и тогда у нас получится такие же томленные ароматные вещи как в русской печи я знаю что виктор и его семья тоже постятся они достаточно хорошо знают постную кухню поэтому я хочу спросить витя если у тебя опыт питания в монастырской трапезы например монастырской трапезы да на валдае мы ездили в там же валаам у нас до на валаам получается да и мы в трапезный пост как раз попадали на великий пост и в принципе у них на столе в хлеб и капуста квашеная было основное их блюдо то что они нам предлагали поесть у монахов но вот и как бы после прогулки после экскурсии по монастырю конечно очень вкусно было этот вот монастырский хлеб с монастырской квашеной капустой это конечно очень вкус горячий щит до сморозца да это да ну когда как ты знаешь я работал в данил монастыре и ты там тоже был у меня в гостях много вариантов самых разных валаамских щей существует то есть их потом изменяли этот рецепт каждый что-то свое добавлял но я конечно готовлю потому рецепт который мне нравится есть такой наш общий знакомый знаменитый шеф-повар влад пескунов он тоже очень любит валаамские щи влад это тоже один из таких двигателей русской кухни я надеюсь мы тоже как-нибудь пригласим и он приготовит нам в тандыре свой вариант постных валаамских щей ну что ж друзья давайте будем ждать пока у нас не стомятся щи минимум час ну ты видишь мы немножко по упрощенному рецепту готовим и мы используя сейчас не щеной приварок ты знаешь что это такое а прямо поставили капусту квашеную может сказать в необработанном виде а вообще еще вкуснее когда сначала капусту долго томят это есть приварок до который уже потом используют для варки щей это кстати показатель наверное русской кухни что абсолютно верно что в девятнадцатом веке те кто путешествовали по россии частности ямщики да они с собой брали вот эту вот гущу от щей без воды потому что легче было и возить и вес меньше и на станции где они меняли лошадей или даже транспорт на котором они передвигаются им должны были давать бесплатный кипяток и они заливали эту гущу необходимое количество сколько им надо было кипятком и ели и это очень могли так неделю ехать по матушке россии да можно из замороженным прямо замороженный приварок да можно сказать что это наш отечественный фастфуд который имеет хорошую историю но без отрицательного наполнения то есть без отрицательного смысла потому что щеной приварок это абсолютно здоровая еда томленая капуста нет процесса горения нет процесса сжарения нет масла то есть фактически это полезная изначально постная еда просто потом например для щей можно было добавлять какие-то кусочки мяса если допустим вяленое копченое мясо можно было давать и ну и так из постных щей получали не постные русская кухня это удивительная история а послушайте как звучит щеной приварок да это же музыка просто какая-то жду не дождусь пока будет готово друзья прошло два часа сейчас мы будем доставать щей я уверен что они готовы потому что я не раз готовил подобные блюда на тандыре просто демонстрирую виктору да как какими обладает свойствами тандыр вот я его немножко раскачал сейчас минутку я его сделал вот так сначала потом смотри еще еще одна функция эко тандыра мы ставим чтобы они не остывали вот сюда и сейчас внимание сейчас пойдет дымок перчатки таки просто что мне тяжело это сделать но о шикарно грибами как давай мукру давай добавляем укроп так пахнет белыми грибами что невозможно устоять люди идут мимо и вырывается буквально в кадр говорят хотим то мы им не дадим конечно вот белый гриб вот смотрите он абсолютно готов если бы они были если они год уже были два засушены надо было бы замачивать а так вот он весь свой аромат отдал в щи и поэтому если вы видите потемнее потемнел у нас ну навар это не бульон мы ничего не процеживали да темнел настоящий грибной навар с белыми грибами перловка готова капуста готова вот такое блюдо мы сегодня с виктором приготовили в эко тандыре как в русской печи методом томления при начале температуре 200 градусов и за два часа вот такое классное блюдо ну что ведь я думаю что ты после этого точно захочешь приобрести себе тандыр да да я уже в процессе готовки был готов сейчас с вами были шеф-повар олег ольхов и не колочков готовьте на тандыре вместе с нами приятного вам аппетита и ангела вам за трапезой